прекрасно и и так соответственно сила мысли сила мысли и как ее использовать сила мысли это один из таких очень мощных ресурсов наших очень мощных инструментов которые мы можем использовать каждый день и почему почему собственно говоря мы не просто не пользуемся этим очень мощным ресурсом а более того мы очень часто этот ресурс используем наоборот не в свою сторону да а наоборот ой наоборот именно вот вот себе во вред скажем так вот и так дорогие друзья что-то facebook у нас тут как бы это культурно сказать что-то не то делает вот но вроде все таки идет трансляция вот смотрите если мне кто-то говорит я не верю в мистику да я говорю да правильно мистики на самом деле нету все на самом деле реально все логично и все силы во вселенной они действительно есть просто нужно понять как ими пользоваться и нужно научиться их использовать понимаете вот это реальность такая реальность вот просто нужно понять как это пользоваться этой силой понимать и соответственно когда вот опять же мы говорим магия магическое воздействие можно сказать не магическое воздействие ментальное воздействие или воздействие силой мысли и Тогда вам будет более понятно, соответственно, какие-то процессы, которые действительно нету здесь ничего мистического. Мы просто вкладываем силу в нашу мысль, эту мысль куда-то направляем и, соответственно, получаем тот или иной результат. Дорогие мои, сегодня на самом деле уже очень много ученых исследуют, как работает мозг. И это такая закрытая коробочка, которую на самом деле не могут объяснить. Однако, опять же, какая разница, насколько вы понимаете природу мозга, природу мысли. Самое главное, чтобы вы понимали, как это использовать. Например, электрический ток. На самом деле сейчас физики так и не понимают, что это такое. Вот принято как-то так считать, что это поток электронов, направленный поток электронов, который движется куда-то. Однако это так, знаете, в первом приближении, как говорится. И просто принято так считать, принято так рассказывать в школе на предмете физика и так далее, и так далее, и так далее. Однако, если копнуть глубже, то современные ученые понимают, что они ничего не понимают. Они не понимают, что это такое. Однако, несмотря на то, что большинство людей даже не знают того, что я только что сказал про электрический ток, они знают, что нажали кнопочку, и лампочка светится, и все. Им абсолютно не важно понимать, как оно работает. Точно так же происходит и в нашей жизни, и с нашими мозгами. То есть, если вы понимаете, как это, вы, соответственно, используете силу мысли в свою сторону. Дорогие друзья, вот большой вопрос, насколько вы верите в телепатию? Вы верите в телепатию или не верите? На самом деле вообще не важно, верите или не верите. На самом деле, реальность очень простая. Вы прекрасно знаете, что очень часто в вашем мозгу возникают какие-то такие мысли, что вы просто поражаетесь. Откуда эта мысль просто могла всплыть? Вы чувствуете, что это явно не могла быть ваша мысль. Она просто откуда-то пришла. И вы стоите и думаете, блин, странная какая-то мысль, странная какая-то идея. Как она могла вообще залезть ко мне в голову? Понимаете? На самом деле, это одно из проявлений понимания, что на самом деле большинство мыслей не являются вашей собственностью. Есть, конечно, мысли, которые порождаются именно вашим разумом, именно вашим мозгом. Когда вы действительно о чем-то думаете, о чем-то размышляете, вот-вот генерируете какие-то мысли. Однако большинство мыслей все-таки вам не принадлежат. Если вы это осознаете, вы начнете внимательно следить за своими мыслями, и тогда вы сможете понимать, о чем думают окружающие вас люди. Когда мне было лет 15-18, я хотел понравиться девочкам, я их читал, их мысли прямо текстовкой такой вот четкой, и они были в шоке, они, как же это может быть, понимаете? На самом деле здесь никакой мистики нет, здесь простая внимательность, элементарная внимательность, и, соответственно, вы получаете вот этот результат. Однако, современные ученые исследуют, что такое мысль, как она влияет на нашу реальность, и уже давно-давно признано, что любой объект наблюдения, любой наблюдатель влияет на наблюдаемое. То есть даже если вы просто смотрите на какой-то объект, вы уже на него влияете. Это было признано уже давно, а потом ученые поняли еще дальше, что на самом деле наши мысли структурируют нашу жизнь. Наши мысли структурируют нашу жизнь. И, соответственно, они говорят, что, дорогие, посмотрите, что вы думаете, и вы поймете, почему ваша жизнь именно вот такая, как есть, понимаете? И, соответственно, вот вам и вопрос. Если вы считаете, что ваша жизнь не совсем такая, какая может быть, какой вы хотели бы видеть свою жизнь, тогда, соответственно, обратите внимание на свои мысли. Как часто вы думаете, что жизнь плохая? Как часто вы думаете, что невозможно быть счастливым? Как часто вы думаете, что невозможно быть, ну и там продолжите, да, успешным, здоровым, богатым? Что вы считаете, что невозможно в вашей жизни? Вот то, что вы считаете невозможным в вашей жизни, оно и действительно невозможно и в вашей жизни. Как только вы начинаете считать, что это реальность, и что оно возможно в вашей жизни, оно начинает к вам идти. Соответственно, самый простой вариант, вот рассказывать или не рассказывать, Потому что на самом деле оно настолько просто, что поразительно. Если вы какую-то мысль начнете прокручивать у себя в голове, каждый день думать эту мысль, то вы в конце концов увидите, как она реализовывается, как она становится реальностью в вашей жизни. А если таких мыслей будет у вас побольше, 3, 5, 10, 15, и эти мысли будут описывать определенные события, определенный процесс, что вы хотите в своей жизни. Если вы это будете делать, прокручивать каждый день, то вы увидите, как ваша жизнь действительно будет меняться в эту сторону. Это реальность, так оно и есть. Это действительно реальность. Вам нужно задуматься о том, что вы думаете. Думайте то, что вы думаете. Контролируйте то, что вы думаете. И вы увидите, как ваша жизнь начинает преображаться. И идти сперва по чуть-чуть, а потом уже больше, больше, больше в каком-то другом направлении. Соответственно, определите, что вы хотите. Определите то направление, в которое вы хотите двинуть свою жизнь. И пропишите те мысли, 5, 10, 15, 20 мыслей, главных мыслей, которые соответствуют этому направлению вашей жизни, куда вы движетесь. И повторяйте эти мысли каждый день, прокручивайте их. И вы увидите, что ваша жизнь реально меняется. Это реально так. И вот это, как бы это сказать, это начало той системы, которую я назвал, вот такая трехшаговая система «Измени свою жизнь». Это вы уже, если вот задали этот вопрос, если вы уже слушаете меня, то, соответственно, вы уже начинаете думать в эту сторону, как изменить свою жизнь. Сила мысли. На самом деле, сила мысли действительно, она огромнейшая. Своей мыслью вы можете дотронуться до любой точки Вселенной, до любой точки пространства и даже времени. То есть, для вашей мысли нету преград, нету преград пространства, нету преград времени. Понимаете, насколько это мощная вещь, насколько это мощный инструмент. Своей мыслью вы можете вот в любую точку пространства, в любую точку времени вот перейти и что-то, что-то зачем. А вот зачем, это уже другой вопрос. И тогда вы учитесь управлять своей мыслью. И тогда вы учитесь наполнять ее силой, еще усиливать. И, соответственно, направлять в ту сторону, куда вам нужно. Понимаете? Вот. Вот так вот. А если, соответственно, говорить о совместимости в паре, потому что это один из вопросов, который очень часто спрашивают, пишут, вот, как-то мы делали трансляцию на эту тему, вот, совместимость в паре. Я объяснял, как это происходит. Если вы, например, мне показываете две фотографии, я смотрю на пару, да, и вижу. Что я вижу? Я чувствую, вот, как устремляются мысли, опять же, в первую очередь. То есть, в одну сторону смотрят, вот, жизненный вектор силы мысли, понимаете? Или в разные стороны. Если в одну сторону, все супер, все прекрасно, понимаете? Ну, когда мы говорим о совместимости, то мы говорим о совместимости на, как минимум, вот, семи уровнях. И смотрим вот эти совместимости векторов жизненной силы, вот, как минимум, на семи уровнях, понимаете? И один из этих уровней, это мысли. Соответственно, вот, вопрос вам на засыпку. Насколько много людей вокруг вас соответствуют вам по вашим мыслям, по вашим идеям, потому что крутится у вас в голове, понимаете? И, соответственно, если вокруг вас нет людей, которые думают в одну сторону с вами, то большой вопрос, почему вы не разрешаете себе двигаться в ту сторону, куда хочет устремиться ваша мысль? Ищите тех людей, которые интересуются тем же, чем им и вы. Ищите тех людей, которые думают в ту же сторону. И вам будет комфортнее, вам будет уютнее, ваша жизнь начнет меняться в сторону вот лучше, лучше, лучше. Больше счастья, больше радости, понимаете? Вот. Ага, я хотел уже прощаться, а тут люди смотрят, тут только присоединились, пишут добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Ну, тогда пишите свои вопросы, и тогда еще пообщаемся, да? Как у вас дела, дорогие мои? Потому что вижу вот знакомые лица, да? Кроватки, Светлана, мама. Супер, прекрасно. Пишите, пишите, вот, что изменилось после предыдущих трансляций, какие у вас мысли, какие вопросы возникли, что у вас там прояснилось в голове и, соответственно, в жизни, да? А какие вопросы новые возникли, да? Вот. Итак, вот, сила мысли. Когда мы говорим о мысли, то, соответственно, тут возникает очень много аспектов, да? Во-первых, насколько вы разрешаете себе думать в ту сторону, в которую вот вам интересно, в которую вы хотите двигаться, да? С другой стороны, опять же, вот, насколько вы разрешаете верить в свои мысли. И, соответственно, вот эти два вопроса уже показывают, как вы к себе относитесь. И если вы не уважаете своих мыслей, если вы не даете им достойного вот течения, да, то почему кто-то должен их уважать и уделять им внимание, понимаете? Так что, вот, разрешите себе чувствовать, что вам интересно, и разрешите думать то, что вам хочется думать, вот в ту сторону, да? Вот, опять же, каждая мысль имеет свой вкус, да? Если вы думаете, и после этой мысли вам приятно, да, вы чувствуете, что вас наполняет энергия, энергии становится больше, 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 то, соответственно, ну, наверное, вы думаете в правильную сторону, да? А если вы еще окружены теми людьми, с которыми вы вместе думаете в одну сторону, то, соответственно, я за вас рад, значит, у вас, ну, есть с кем пообщаться, есть с кем поделиться. Как правильно визуализировать очень дорогой автомобиль? Ну, дорогушечки, вот, зачем вам визуализировать очень дорогой автомобиль? Вы поймите правильно, на самом деле, что вот в этом вопросе уже чувствуется подвох. Как правильно визуализировать очень дорогой автомобиль? Вы постарайтесь увидеть, постарайтесь вот в мыслях своих почувствовать, прикоснуться к тому автомобилю, который для вас комфортен уже здесь и сейчас, понимаете? Если же вы все-таки ставите себе цель сразу, еще дальше, больше, больше, да, то, соответственно, почувствуйте, почувствуйте вот как изменяется ваше внутри состояние и изменяйте его так, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было естественно про это думать, понимаете? Чтобы вы в этот автомобиль вписывались так вот органично, само собой, разумеется, понимаете? Вот так вот. Так, после того, как я вас слушаю, я сразу меняю в своей жизни себя. Вот супер, вот это меня радует. Вот для этого это и делаем, да? Вот. То есть, смотрите, как правильно визуализировать очень дорогой автомобиль? В первую очередь нужно сделать так, чтобы он для вас уже не чувствовался очень дорогим, понимаете? Когда это для вас естественно, вот этот уровень, уровень цены, то тогда он уже для вас более реальным, понимаете? Если вы визуализируете то, что, ну, вы не можете себе даже представить, то есть, вот ваш разум не может этого принять, что он очень дорогой для вас, да? Если я вас правильно понял насчет цены, да, дорогой, то тогда, соответственно, вот вам будет сложно его притянуть в свою жизнь. Если вы спокойно к нему относитесь, органично в него вписываетесь, то, опять же, ну, я вас спрошу, вот, сколько вы можете вариантов насчитать, как может к вам прийти вот этот автомобиль? Вот вам такое задание простое, да? Если вы действительно хотите визуализировать автомобиль, если вы действительно хотите, чтобы он к вам пришел, то, соответственно, вот берите листочек и прям напишите 20 возможных вариантов, как может прийти в мою жизнь желаемый автомобиль. Когда напишите 20 возможных вариантов, тогда расширяйте этот список до 30 возможных вариантов, а потом до 50. И вот кратко пишите, просто кратко, раз-раз и пошли дальше, понимаете? И таким образом вы будете расширять свои возможности, расширять, увеличивать количество вот этих возможных вариантов, как это может прийти в вашу жизнь. После эфира я успокаиваюсь и умиротворяюсь. У меня самый показательный был о родителях. Я простила маму, прошло много боли, не знаю, как это произошло. Вот это очень хорошо, это меня радует, хорошо. Больше не чувствую этой тяжести. Ура! Супер! Вот это приятно. Вот это замечательно. Ну, тогда пишите ваши вопросы, пишите, что у вас не получается, какие у вас проблемы в жизни, и мы будем двигаться именно в эту сторону. Вот так вот. Хорошо. А я перестал говорить не за что, когда меня благодарили. Вот, вот это хорошо, потому что на самом деле все большое начинается с маленького. Если вы разрешаете себя благодарить даже на уровне слов, то, соответственно, уже изменяется. Уже изменяется ваше пространство, и в вашей жизни становится больше благодарности. А больше благодарности, значит, больше денег. Вот так вот. Хорошо, дорогие мои. На этом разрешите откланяться. Соответственно, если вы услышали какие-то ответы, это хорошо. Если не услышали каких-то ответов на свои вопросы, тогда пишите эти вопросы, и мы тогда по этим вопросам пройдемся в следующей трансляции. Итак, будем продвигаться. Рад вас видеть. Благодарен вам, что вы есть, что вам нужны мои знания, что вам нужны мои слова. И, соответственно, до новых встреч. Жду вас в четверг в 8 вечера. А какую тему, соответственно, вот это вы определяете, то, что вы пишете, то, что вы спрашиваете, то мы и планируем. Вот.